ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, с вами Джонни Кэтсвелл. И сегодня мы разберем гелик прыжки на руке. И что еще мы разберем? И хэтспин. Первым будет гелик. Девчонка прислала гелик. Пацаны, учитесь. Даже девчонка учится гелик. Так, самая первая ошибка, это то, что ты не поднимаешь ногу правую вверх. То есть, говори, завела ноги, толкнулась, прокрутилась, подняла правую ногу вверх, столкнулась, оп, оборот. Ну и заход делаем. Потому что захода у тебя нет, ты как-то встаешь, делаешь как-то вот так, и сразу натальешься. Взлаживайся. Заход обязательно, чтобы скорость была. Поэтому встаешь в бейби-фриз. Ноги назад. Левая кисть, смотри, вывернула вообще. Толкаешься. Ногу вверх. Взлаживайся. Вау. Следующая твоя ошибка. На втором обороте. То есть, когда ты на второй пытаешься сойти, то же самое, правую ногу наверх поднимать. Но не в этом как бы основная твоя ошибка. Основная ошибка в том, что ты голову поднимаешь. Смотри, делаешь вот так. Первый оборот более-менее. Вот так. Долаешь вот так. И пытаешься свалить на сон. Голову надо внизу держать. То есть, делаешь оборот. И голову не вверх, а наоборот вниз. Сделал оборот. И давай вот здесь. Ногу вверх. И дальше уже сходишь. И еще один нюанс. Когда ты выходишь с бэк спина в бейби-фриз, ты выгибаешь спину назад. Спину зажимать, голову прижимать. Бэк спина. Левую ногу тянем вверх. Правую под себя. Вот так вот. То есть, не выгибайся вверх. Так все окей. Тренируй. Не забывай сталкивать себя с бэк фризом. И еще одна ошибка. На гелике не надо махать ногами. То есть, ноги зафиксированы в одном и том же положении, где же таз. То есть, ты делаешь вот так. Заходишь. И левой ногой пашешь. Такого делать нельзя и не надо. Просто зафиксировала ножки. Поднимаешь правую. И левой рукой сталкиваешься. Все. Левая нога по мне работает. А не просто зафиксировала. Прыжки на руке. Не надо залезать сначала на две руки, чтобы прыгать на одной руке. Сразу вставай на одну руку и сразу прыгай. Чтоб нормально все было. Ну, типа, ты можешь сказать, ой, тяжело, я не могу на одну руку, легче на две. Самый легче на одну. Просто мало кто знает, что первый прыжок должен быть самый огненный. То есть, если залезать на руку и прыгать еле-еле, то понятно ничего не будет. То есть, ты первым своим прыжком должна подстроиться под точку, на которой будешь прыгать. Вот. В этом суть. И сами прыжки. Почему у тебя мало прыжков? Потому что ты сосредотачиваешься больше на технике, чем на взрыве. Нужно взрываться. Нужно прыгать мощно, сильно, быстро. То есть, не надо прыгать медленно. Прыгать медленно будешь, когда у тебя будет там 40 прыжочков, и ты будешь, ну, так, в три часа проснулась, напрыгала. Вот тогда будешь прыгать на вальяжке. А сейчас тебе нужно взрываться, прыгать мощно. Соответственно, чтобы не было расслабонно. То есть, прыгать еле-еле. Не вот так вот. А долги сразу. Первый прыжок прям вообще ровный. Чтобы ты прям, ну, высоко подлетала и втыкалась в точку. И тебе нужны штаны легче. У тебя тяжеленные джинсы, я не знаю, как ты на них прыгаешь. В общем, вес твоей одежды влияет. Я заморачивался по весу своих кроссовок. Чем легче мои кроссовки или кеды, тем легче мне все делать. Поэтому обрати на это больше внимания. Хэдспин. Блин, уже разбирал, в обучалке было сказано, но еще раз. Ты не доводишь ноги до исходного положения. То есть, тебе нужно довести ноги до исходного. Вот и все. То есть, в этом твоя основная ошибка в кручении с руками. То есть, ты переставил руки и вот так вот крутишься. А тебе нужно доводить. То есть, ты переставил, довел. Переставил, довел. Переставил, довел. Переставил, довел. Вот то, что нужно сделать. Дальше, смотри. Бочка. И в чем проблема твоей бочки? Проблема твоей бочки, то, что ты сразу делаешь вот так. То есть, крутиться вот так вот. Не надо. Руки вперед. Не надо мудрить, парни. Не надо думать, что это тяжело. Типа, руки прямые. Вас перевесит. Типа, такой тяжелый рычаг. Так гораздо легче крутиться. Не знаю почему, но легче. Ну, неправильно держишься, окей. Но я тебе не советую с одного маха раскручивать. Научись сначала с руками раскручиваться, а потом делать бочку. Классно. Руки вот так. Вау. Парни, я вас всех приглашаю на чемпионат. 22 февраля он будет проходить. Это будет суббота. Во сколько, чего и как. Там положение, если кому надо. Пишите в личку, вконтакте. Я вам все скину. И в комментариях обязательно отпишитесь, кто сможет приехать. Или хотя бы хочет приехать. Все это будет проходить в Вологде, в городском дворце культуры. Зал классный. Покрытие будет ДВП. Все будет здорово. Диджей классный, судьи классные. Все будет нормально. Никого не засудят. Все супер. Номинации будут первый год обучения. Так что, если кто тренирует детей, притаскивайте. Следующая номинация будет дети до 14 лет. Один на один. Без разницы срок обучения. Не имеет значения. Не имеет значения возраст. И последняя номинация тоже один на один. Би-бой старше 14 лет. Тоже стаж не имеет значения. Не знаю, может быть Марсио к нам приедет. Я думаю, что приедет точно. Я надеюсь, что каждый из вас приедет и посмотрит, что за туса будет. Парни, я опять же говорю, что все шутки шутками, конечно. Но я за развитие. То есть, если мы с вами вместе будем организовывать чемпионаты, делиться опытом и так далее, это будет здорово. Это будет развитие. Уровень будет расти и все остальное. Не надо зажиматься в своих городах. Не надо думать, что судей намыло и так далее. Главное не победа, парни. Главное атмосфера, которую вы получите. Эмоции, которые вы получите. Все равно, как бы в брейдансе нет таких грандиозных призов, чтобы там, ой, я не занял первое место, я не получил, не знаю, 200 тысяч долларов. Как жаль. Парни, атмосфера вот то, что реально цепляет в Боинге. Уровень. Какие-то фишки классные. Приедете на чемпионат, кто-нибудь вам объяснит. Блин, твисты по одной руке, случайно вдруг приедет. Кто там у нас прыгает, твисты по одной руке? Покет прыгает. Говорят, Покет прыгает. Покет приедет. Кореец он, да? Учите корейский, парни. Все, давайте, до встречи. О чемпионате чуть позже отдельно выложу видеоприглашение. 22 февраля, Вологда, городской дворец культуры. Продолжение следует...